Привет! Те, кто работают с фото или видео, рано или поздно сталкиваются с моментом, когда им нужно приобретать новую линзу. То же самое происходило и со мной до того времени, пока я понял, что тот комплект, который у меня есть сейчас, скорее всего, будет уже окончательным. Единственное, у меня никогда не было макролинзы. Я никак не мог оправдать покупку макролинзы. Но я нашел решение, которым я хочу поделиться с вами. Наверное, это не самое лучшее решение и для кого-то непосредственно макролинза будет единственным решением. Но, тем не менее, я расскажу вам сегодня о макротрубках от компании Neewer, которые заменяют мне макролинзу. Погнали! В комплекте идут две трубки, которые надеваются на вашу линзу и камеру. Точнее, они являются промежуточным звеном между вашей линзой и камерой. У каждой линзы есть свое минимальное фокусное расстояние. Это то расстояние, на котором объект должен находиться от линзы, чтобы линза смогла сфокусироваться. Что делают эти трубки? Они переносят линзу дальше от сенсора, вот здесь, например, на 10 или 16 или вместе на 26 мм. Тем самым позволяет нам приблизить минимальное фокусное расстояние, уменьшить минимальное фокусное расстояние. Тем самым мы сможем поднести линзу ближе к тем предметам, которые мы хотим снять крупным планом. Достаточно примитивное, но очень, как бы я сказал, оригинальное решение. Для разных линз, возможно, понадобятся разные настройки. Поэтому, я так предполагаю, в комплекте идут сразу две трубки, которые позволяют нам использовать сразу три различных расстояния, на которые мы сможем любую из наших линз отодвинуть от сенсора. То есть, либо 10, либо 16, либо 26 мм. Ну и, естественно, чем дальше мы отодвигаем линзу от сенсора, тем крупнее получится кадр. Также я заметил, что с какими-то линзами, которые у меня есть, лучше иногда работает 10 мм, с какими-то 16 мм, а в некоторых случаях лучше работает, когда оба кольца надеты на камеру. Предполагаю, что это связано с тем, что все линзы сделаны по-разному. В каких-то линзах оптические элементы находятся ближе к сенсору, в каких-то дальше. И вот при помощи разных трубочек компания Neewer нам позволяет решить эту проблему, если нам нужно использовать макро на различных линзах, которые у нас есть в арсенале. Моя версия трубок идет с контактами для использования автофокуса. Есть аналогичные трубки без этих контактов, они стоят дешевле. Ну, смотрите, нужен ли вам автофокус вообще? Потому что, если честно, сколько я не снимал, у меня автофокус всегда работал очень коряло, поэтому я всегда выключаю на мануальный фокус и использую с мануальным фокусом только. Цена на них была настолько незначительная, то есть я заплатил за эти две трубки 30 фунтов, это, наверное, в районе 40-37 где-нибудь долларов, по сравнению с макролинзой, на которую я смотрел, это 90 миллиметров Sony. Ну, разница колоссальная. И я не видел смысла покупать дорогущую линзу, с которой я буду снимать, наверное, очень редко, какие-то очень своеобразные, специфические вещи, ну, окей, какие-нибудь там детальные съемки свадебных колец, ну и все. Хотя и без этого можно обойтись вполне себе так нормально. Каких-то жуков или какие-то мелкие вещи я не фотографирую и не снимаю. Мне это пока не было необходимо. А если надо будет, то я могу перестраховаться вот этой вещью в тех редких случаях, когда мне нужно будет снимать макро. Продолжение следует... Продолжение следует... Это, пожалуй, все, что я хотел рассказать вам про эти трубки. Имейте в виду, что они могут выпускаться под разными брендами, от разных производителей. Так что имейте это в виду. Единственное, смотрите на ревью, потому что некоторые некачественно выполненные трубки могут повредить ваш байонет. Если это видео вам было полезно и я помог вам решить проблему с отсутствием макролинзы при использовании вот такого лайфхака, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Пока!